Показать экспонаты, которые обычно скрыты от глаз посетителей, решили в музее имени Градыкова. В честь 125-летия научные сотрудники организовали серию выставок, на которых намерены представить все богатство музейных фондов, в которых хранится 400 тысяч экспонатов. На этой неделе музей выставил восточную коллекцию. Наталья Смоленинова подробнее. В коллекции Градыковского музея хранится более тысячи предметов, так или иначе связанных с культурой и историей сопредельных стран Азиатского региона. Самые драгоценные из этих предметов впервые за много лет достали из фондов специально для новой выставки. Расписные веера, кухонная утварь, наряды и украшения. Эту выставку объединяет идея образа восточной красавицы, которая сто лет назад, например, щеголяла в таком расшитом халате. Халат, на самом деле, он не декоративный. Его носила в свое время, во второй половине 19 века, китайская женщина. Носила, надо сказать, очень аккуратно, потому что к нам он пришел в идеальном состоянии. Шелковый халат украшен искусной вышивкой. Феникс – китайский символ бессмертной красоты. Дорогую одежду музею еще в 19 веке подарил один из самых богатых китайских купцов дореволюционного Хабаровска Тифантай. А вот кто передал музею эти серебряные серьги и спицы для волос? Николай Градеков или Владимир Арсеньев? Музейные работники до сих пор ломают голову. Очевидно одно – эти украшения из Поднебесной – одни из самых дорогих экспонатов музейной коллекции. Ручной работы, выполненный в традиционном стиле, отражая культуру Китая. Знаменитые облака витееватые, лепестки и вот такой красивый дракон. Вообще, самые ценные экспонаты музей получил в период своего становления в конце 19 века. У офицеров, ученых и дипломатов, командированных сюда, на Дальний Восток, считалось хорошим тоном создавать культурные центры – музеи, библиотеки, театры. Для чего они не жалели ни личных средств, ни собственных коллекций. Так, этот пантеон буддийских богинь музею в конце 19 века препонес известный русский дипломат в Китае Николай Гомбоев. Богиня, восседающая на драконе. Кстати, дракон – это традиционное его видение. Дракон в мифологии Китая – это водное существо. Поэтому он у нас традиционно с рыбьим хвостом. Интересны не только сами экспонаты, но и история их дарения. Это полотно – первый подарок от провинции Хэйлудзян после культурной революции. Так, здесь, на Дальнем Востоке, отмечали начало дипломатических отношений СССР и КНР. В целом, на выставке представлены экспонаты, которые попадали в музей на протяжении всей его истории, в том числе и в последние годы. Выставка «Восточная коллекция» будет работать до октября месяца. Затем все экспонаты снова вернут в фонды, где для них созданы все условия для хранения. Надолго ли – покажет время. Наталья Смоленинова, Павел Легалин, телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова